И вот это место для меня круче, чем что-либо в городе Магнитогорск. Дело в том, что здесь, там, где оконцовочка улицы Советской Армии, мы и обучались. С 1988 года я собирался летать на самолетике. Здесь это было, в Доме обороны. Затем уже в 1989 году я здесь получил свои права. И в итоге, представляете, сколько времени у меня права-то есть. Но сегодня, сейчас, здесь мы хотим вам показать, что есть места, где вы можете поменять автомобильную резину, причем сделать это круглосуточно. А еще, а еще отрегулировать развал схождения, потому что здесь есть замечательный трехмерный стенд. А сейчас все будет совсем быстро. Я тут очень быстро летал, пока мне одновременно демонстрировали две вещи. Это развал схождения по осям на стенде 3D и переобувку резины. Да просто темпы были такие, что ни камеру зачехлить, ни чая не выпить. И времени оставалось мало на то, чтобы спросить. Очень необходимая штука, учитывая то, что у нас колеса не всегда бывают хорошие. И вообще, если честно, то такой же получается, на новых дисках заехал куда-то, да, и все. А вы же можете это сделать? Да. В принципе, в городе я видел всякие разные диски от 13 до 22 дюймов. По крайней мере, мы здесь делаем это все. Причина повреждений, ну, это наши дороги, во-первых. А вообще, если вы так подумаете, вот вы ездите, да, и вдруг вы не понимаете, что колесо начало биться, наверное, все-таки диск надо поправить? Да. В первую очередь надо смотреть колеса. Если какой-то дискомфорт появился в руле или, ну, какой-то это, вибрация в салоне появилась. В первую очередь колеса, конечно, надо посмотреть. Ну, в основном все или из-за резины приезжают, потому что резина плохая, или диски гнутые. Вот. Гнем диски литые, железные, простые штамповки. Диаметр, ну, в принципе, вот, что я могу сказать по стальным дискам. Вот пока у нас один единственный в городе, который берет большие размеры стальных дисков прокатывает. Литые диски, ну, 22, от 13 до 22. А если мы обратим внимание вот на этот замечательный стенд? Дело в том, что не каждому дано, но кое-кто может сделать, допустим, и ранфлет. И вы ранфлет делаете? Да, да, объясняю. Потому что есть шиномонтажные станки. Вот этот шиномонтажный станок с третьей лапкой. То есть он может делать ранфлет. Рамфлет – это резина, которая низкопрофиля. Ну, невозможно без третьей лапки сделать. У нас все это делается очень легко и просто, одним человеком. Если где-то в других шиномонтажках, там, целые бригады все делают это все, у нас один человек справляется с этим все. Очень быстро и качественно. А если мы поговорим о том, что все-таки снег-то скоро, то, может быть, и те, кто ездит на ранфлетик, к вам приедут? И все это может быть сделано еще и не только утром, днем и вечером, а может быть и ночью? Добро пожаловать. Как раз усилия сейчас будем делать на круглосуточный шиномонтаж. То, чтобы человек быстрый и качественный все и уехал от нас довольный. Круто и клево. Все ваши коцаные колесика здесь же правим. И грузим новую резину на все диаметры. И даже на ранфлет. И делаем это буквально сейчас в боксе 33, что на территории школы ДОСААФ. Причем делаем это круглые сутки. И чем это-то не правило? А еще и желательно после дивных перемещений по улицам резинку-то поправить. Тут, конечно, понятно, купили новую тачку, но новая-то она и осталась до въезда в дивную рельсу. А затем и резинку пожрать она готова. Да и руль кадысь не тудысь смотрит. Это я не про то, что покупается на рынке. Там все и так смотрит и жрет неправильно. Так что только сюда, в бокс 33 школы ДОСААФ. Я все-таки сюда приехал. Я здесь обучался на права этой территории ДОСААФ. И здесь я вижу абсолютно все новое. И вот за вами трехмерный стенд. Так он получается? Это стенд по 3D технологии. Фирмы Хоффман, немецкие фирмы. Данный стенд чем отличается? Именно он отличается в точности позиционирования каждого колеса. То есть в данном случае нам важнее, чем точнее позиционирование колесо, тем точнее мы можем сделать развал. То есть все отличие стендов именно в точности позиционирования. То есть на заре эпохи были лазерные стенды, дальше пошли псевдо 3D, 2D были, сейчас 3D. То есть это система с зеркалами, две садящие камеры, инфракрасные датчики, которые освещают зеркала, отражение ловится камерами. То есть в принципе машина не требует установки на ровную площадку дополнительно выровненную, не требует каких-то дополнительных манипуляций. То есть не требуется вывешивание осей для компенсации. И соответственно сокращается время. То есть само проведение операции развала. Данный стенд установлен у нас на подъемнике Бен Пак. Подъемники это американской фирмы, то есть полностью сертификация европейская, американская сертификация проходит. Данный подъемник поднимает 6,5 тонн. То есть в принципе мы имеем возможность делать коммерческий транспорт. Длина этого подъемника с перестанными платформами позволяет тоже делать коммерческий транспорт. То есть Мерседесы, Ситроены, Пежо, все что длинно-длинноплатформенный, бизнес газели, все газели. Все абсолютно все делаем. То есть бизнес транспорт, коммерческий транспорт, все делается. Легковой транспорт, все делаем. Я еще обращаю внимание, посмотрите, какие потолки-то высокие тут, много чего можно сделать, да. А сколько стоит, допустим, по осям? По осям легковой транспорт 500 рублей ось стоит, есть исключение, это именно Деонексия 300 рублей. Так как там делается схождение, именно для Деонексии на санкции 300 рублей, то есть это самое дешевое в городе. Все остальные иномарки 500 рублей ось. Коммерческий транспорт от 1000 ось зависит от того, что делается. То есть газели мы делаем, фиксированная цена 500 рублей, соболь фиксированная цена 1000 рублей, иномарки от 1000 рублей. Зависит от того, что нужно будет делать. То есть не на всех иномарках выставляются все три угла. Допустим, где-то делается схождение, это будет дешевле, где-то выставляется схождение, развал кастера, это будет дороже. То есть мы пойдем на встречу, если вам не нужно полный развал, то есть какие-то нюансы убрать, мы вам сделаем скидочку. Приезжайте. Аф, 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 хотелось мне сказать, да потому как больше слова аф и не говорилось. Да потому что очень-то быстро получилось отрегулировать развал схождения на стенде 3D и переобуться. И чем это не повод заехать в бокс номер 33 школы ДОСААФ? Мы видим за вашей спиной три совершенно новых стенда по шиномонтажу. Я, конечно, понимаю, что на улице середина ноября месяца и пока снега-то и нет. Но надо понимать, что рано или поздно снег-то будет. А человеку что надо сделать? Нужно, во-первых, переобуться, подготовить автомобиль к зиме. В нашем автосервисе предоставлен по шиномонтажу данный станок дископравный, то есть мы на нем правим диски. Также есть балансировочные станки, ну и станки для шиномонтажа. Также на этих станках мы можем ваш автомобиль полностью подготовить к зимнему периоду и устранить на дисках неисправности или дефекты, которые вы получили на ямах, колдобинах и прочих. А если мы скажем о том, что вот сейчас, допустим, скоро настанет время, когда очень быстро необходимо будет колеса поменять, сможете вы поработать круглые сутки? Почему нет? Главное, что вы приезжаете, мы все делаем для клиентов. А куда приехать? Приехать территорию Адасааф, Советской Армии 55-1. Да, мы прекрасно понимаем, что металлургов большинство, но и это всего лишь 25 тысяч то. Да, мы понимаем, что город, стремящийся к миллионнику, распахивает свои возможности для всех, и для гражданок, и для граждан. Но вот только непонятно, почему в городе, где каналы говорят о гражданах, мы не сможем-то вас показывать. Это ведь совсем недорого. Просто вы должны знать, что если вы приносите прибыль, то показывать-то вас необходимо. Да потому что подумайте, возможность-то есть у каждого. А мне лично абсолютно без разницы, где это снимать. И пусть это будет домно, и пусть такое же место, но там, где все делается правильно. Я это место знаю очень-очень давно. Дело в том, что в этом месте меня учили на права. Обучался я здесь в 1989 году. Представляете, какой я старый человек, да? Я уже не знаю, сколько времени моим правам. Вот, и получил я свои права за два дня до своего дня рождения. А потом уже просто было клево, когда мне 18 лет, и у меня нормальные права. Но сегодня сейчас здесь немножко все по-другому. Хотя в этом месте я еще и раньше обучался. Дело в том, что здесь было место, где меня учили вождению на самолет. К сожалению, не получилось. А сегодня, ну вот, видите, все то, что ранее было с нами. Но мы-то всегда не за этим приехали. Нам же все-таки необходимо поставить себе замечательные колеса. Тем более, что скоро у нас будет зима. А где же колеса-то поставить? Мы проезжаем вот сюда. Бокс номер 33. Сегодня, здесь и сейчас вам меняют ваши замечательные колеса. А еще здесь еще и вам сделают развал схождения по методу 3D-технологии.